Спасибо, Анастасия. В 2020 году в пятерке крупнейших рисков по вероятности возникновения всех позиций были отведены экологическим угрозам. А в 2021 году также при сохранении лидерства экологических угроз возникли всем известные риски возникновения инфекционных заболеваний. Пятерка крупнейших рисков по степени воздействия также включает климатические изменения, утрата биоразнообразия и истощение природных ресурсов. Мы понимаем прекрасно, что в случае непринятия действенных мер, последующая адаптация к изменению климата потребует больших усилий и затрат. Актуализация экологических проблем обусловила возросшее влияние климатической политики в сфере формирования современных международных отношений и внимания к ним со стороны межправительственных институтов. Важную роль в координации международных усилий по предотвращению изменения климата играет Организация объединенных наций, в ДГД которой разработаны основополагающие документы международной климатической политики, включая Рамочную конвенцию ООН по изменению климата, Барическое соглашение. Регулярно проводятся встречи различного уровня, такие как заседания Генеральной ассамблеи Совета безопасности и прочее. С учетом рекомендаций различных международных организаций, которые всегда есть в открытом доступе, разрабатываются планы мероприятий по адаптации и смягчению последствий изменения климата на национальном, региональном и даже на муниципальных уровнях. А вот на слайде сейчас мы видим, что климатическое законодательство стало неотъемлемой частью управления процессом изменения климата. И практически нет такого государства, в котором отсутствует хотя бы один документ, который бы затрагивал ту или иную сторону климатической политики. По состоянию на январь 2021 года общая численность таких документов в мире уже превышает 2100 единиц. Наибольшая активность в разработке законопроектов наблюдалась в 2009-2014 годах до подписания Парижского соглашения. Всемирный банк в рамках своего разработанного справочного руководства по формированию рамочного законодательства в сфере климатической политики представил результаты анализа существующих рамочных законов по 12 ключевым элементам. Что было установлено, что наиболее часто климатическое законодательство направлено на установление норм и правил регулирующих отношения в области антропогенного действия на климат, определяет порядок мониторинга, отчетности и верификации, а также утверждает реализацию стратегии, планов адаптации к изменению климата и инструменты их реализации. Данные инструменты, данные элементы присутствуют в более чем 80% принятых в климатическом законодательстве. Число элементов, которые встречаются резо всего, это относится к установлению долгосрочных, промежуточных и секторальных целей, оценка рисков и уязвимости, которые в той или иной мере присутствуют в менее чем в 50% законопроектов. Как мы видим на слайде, то Великобритания и Южная Корея являются государствами с наиболее комплексным климатическим законодательством среди стран, входящих в большую двадцатку. Одним из самых известных элементов международной оценки прозрачности и оценки эффективности усилий в сфере защиты климата является индекс эффективности усилий в сфере защиты климата. То есть, согласно принятой методологии расчета по данному рейтингу, три первые позиции всегда остаются свободными, потому что ни одна страна не принимает достаточно мер для того, чтобы этих мер было достаточно для предотвращения рисков изменения климата. По оценкам 2021 года в лидерах рейтинга много скандинавских стран – Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия. А среди стран в большей двадцатке только Европейский Союз, на виду с Великобританией и Индией, входят в группу стран с высоким уровнем оценки усилий в сфере защиты климата. Тогда как шесть стран такой группы – это Россия, Корея, Австралия, Канада, Соединенные Штаты – находятся на самой низшей группе, усилия которых определяются как очень низкие. Среди стран Евразийско-экономического сообщества, включенных в рейтинг, наивысшая оценка – это Республики Беларусь, 36-я позиция, Россия на 52-м месте и Казахстан на 55-м. В 2021 году компания Bloomberg опубликовала рейтинг стран в большей двадцатке, построенный на анализе их политик в области снижения выбросов парникового газа. Лидерами данного рейтинга являются пять стран – это Германия, Франция, Южная Корея, Великобритания и Япония. И как мы понимаем, что именно эти государства реализовались за большее количество эффективных мер климатической политики и установили целевые показатели нулевых выбросов в 2050 году. Установление таких долгосрочных показателей является положительным сигналом для бизнеса и стимулирует практическое внедрение проектов, направленных на снижение выбросов парникового газа. Межсекторальное сопоставление позволило установить, что европейские страны занимают лидирующие позиции по осуществлению политики, направленной на снижение выбросов в энергетической сфере. Соединенные Штаты Америки лидируют в развитии биоэнергетики и технологий по улавливанию, использованию и хранению углерода. Китай, Франция и Германия обладают прогрессивным законодательством в сфере развития электротранспорта и соответствующей инфраструктуры. В Германии лидируют в сфере инноваций и повышения эффективности жилого фонда, а также Германия и Великобритания имеют самые высокие показатели по экологизации промышленности. Но в целом по странам-двадцатке как раз-таки усилия по повышению экологизации промышленности являются самыми недостаточными. Южная Корея лидирует в сфере развития циркулярной экономики, также большое внимание развитию данного направления уделяет Япония, Великобритания и Франция. Если рассмотреть отдельно страновые опыты отдельных государств, то мы все понимаем, что Великобританию все мы знаем как государство, которое активно принимает участие в реализации международных климатических инициатив. И кроме того, оно добилось больших, значительных результатов на национальном уровне, в том числе в части создания правовой такой основы адаптационной политики. В 2008 году в Соединенном Королевстве был принят первый закон об изменении климата, который установил юридически обязательную цель сокращения выбросов не менее чем на 80% к 2050 году по сравнению с базовым 1990 годом. И в результате к 2018 году уже, как мы видим на слайде наглядно это видно, выбросы углерода сократились на 43% и одновременно броски экономики более чем на 75%. Как раз-таки такой пример Великобритании послужил, наверное, вдохновляющим примером для правительств других государств. Кроме того, Великобритания устанавливает пятилетний период планирования климатической политики, который начинается с комплексной оценки риска изменения климата в масштабах всего Соединенного Королевства. А затем разрабатываются национальные адаптационные планы для Англии, Шотландии, Уэльсии и Северной Ирландии. Если первая национальная программа адаптации содержала около 370 мероприятий, то при разработке второй национальной программы адаптации на 2018-2023 год уже были учтены рекомендации специально созданного комитета по адаптации. Были выявлены более четкие приоритеты, конкретные цели, способы, подходы к их оценке и даже конкретный исполнитель конкретных мероприятий. В 2019 году Великобритания стала первой крупной экономикой, которая юридически закрепила намерение о достижении чистого нулевого уровня выбросов парникового газа. Были внесены поправки в закон об изменении климата, юридически как раз таки закрепившие эту цель достижения чистого нуля выбросов парниковых газов по всей экономике Великобритании к 2050 году. Для достижения данной цели правительство разработало программу «Чисто ноль», в рамках которой будет происходить этапный переход на такие способы производства и ведения жизнедеятельности, при которых вредный выброс в атмосферу будет неклонно уменьшаться. На данном слайде вы видите основные составляющие климатической политики, которые как раз таки и отражают комплексность принятых и реализованных законодательных инициатив не только по каким-то направлениям институциональным, по энергоэффективности, но и по основным отрасливым направлениям, как строительство, электричество, наземный транспорт, то есть по всем тем направлениям, где Великобритания лидирует на всем мире. Рассматривая опыт Швеции в достижении реализации климатической политики, необходимо подчеркнуть, что Швеция на протяжении последних четырех лет является лидером по уровню индекса эффективности усилий в сфере защиты климата. И лидирующие позиции Швеции обусловлены не только таким географическим положением, что страна интенсивно обдувается ветрами, обладает большим количеством климатических нейтральных гидроэлектростанций, но и прогрессивной климатической политикой. Следует напомнить, что еще в 1967 году в стране был принят первый в мире закон об охране окружающей среды, а в 1991 году уже был введен налог на выбросы СО2. В 2017 году Швеция сформировала новые такие рамочные условия климатической политики, включая долгосрочные условия климатической политики, цели, систему планирования и мониторинга их достижения, и определила амбициозные цели, которые вы видите на слайде. А в 2019 году уже был принят новый план действия правительства, который обеспечил комплексный переход к достижению поставленных целей и снижению выбросов, и интегрировавший климатическую политику во все сферы экономики. План содержит 132 мероприятия на уровне всей экономики и в рамках отдельных отраслей, включая промышленность, транспорт, потребление, государственные закупки, сельское хозяйство, лесное, финансовый рынок и, конечно же, международное климатическое сотрудничество. Китай, являясь второй экономикой в мире и главным имитентом парниковых газов в мире, ставит борьбу с глобальным изменением климата в ряд приоритетных задач и оказывает значительное влияние на формирование трендов глобальной климатической политики. Начиная с 2019 года, руководство Китая приняло целый ряд стратегических документов, направленных на борьбу с глобальным изменением климата и по контролю за выбросами парниковых газов. Наверное, самым таким знаковым событием, самым обсуждаемым событием тематической политики Китая, это были озвучены в 2020 году Си Цзиньпинем на 75-й Генеральной Ассамблее ООН обязательства КНР по достижению пика выбросов до 2030 года и углеродной нейтральности к 2060 году. Данные заявления были положительно оценены мировым сообществом и несмотря на то, что пока Китай не представил четкого плана достижения этих целей, многие экономические агентства уже разработали свои прогнозы и сценарии и делают оценки, возможно ли достижение таких амбициозных целей. Отдельные из этих прогнозов представлены здесь. Данные цели не задают только долгосрочный вектор развития, они формируют направление среднесрочного развития экономики. И в рамках 14-го плана 5-летнего национального экономического и социального развития Китая, который был принят в марте 2021 года, как раз-таки можно выделить три основных приоритетных направления на эти 15 лет, которые в том числе будут способствовать достижению таких целей. Это создание инновационной модернизированной экономики посредством новой индустриализации, цифровизации, урбанизации и модернизации сельского хозяйства. Продвижение экологически чистого образа жизни и работы во всех сферах жизни общества и стремление построения к красивому Китаю с неуклонно снижающимися выбросами углекислого газа и значительным улучшением состояния окружающей среды. Здесь мы видим выбросы парникового газа по основным секторам. Я хочу отметить, что китайское правительство уже сейчас реализует курс такой по декарбонизации экономики и инфраструктуры, сокращая зависимость от угля, более активно инвестируя в чистую возобновляемую энергетику. И вот на таблице мы видим такие прогнозные показатели и ожидается, что в перспективе к 2060 году сократится использование газа на 75%, нефти на 65%, традиционное топливо будет поэтапно замещаться энергией, производимой атомными, биотопливными электростанциями и другими альтернативными источниками. И в целом к 2060 году планируется, что доля их производимой электроэнергии достигнет 80%. Последние несколько лет в Китае начали работать пилотные системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Кроме того, активно продвигается концепция низкоуглеродного развития на муниципальном уровне. И уже на территориях 42 провинций и городов Китая действуют пилотные программы, пилотные проекты низкоуглеродного развития. Когда мы говорим про Японию, то Япония – это страна, правительство которой долгое время говорило, что все мероприятия по изменению климата являются очень дорогими и неприменимыми к японской экономике. Но мы понимаем, что сейчас Япония также объявила о достижении чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов в 2050 году. И основными направлениями достижения данной цели – это прежде всего пересмотр политики в отношении угольных электростанций, декарбонизация промышленности и расширение активности и амбиции городов, регионов и предприятий в их низкоуглеродном развитии. Проведенные нами исследования позволили установить, что общим для экономической политики всех стран является признание глобальной проблемы изменения климата и ее негативного действия на природу, здоровье человека, миграцию трудовых ресурсов и состояние отраслей экономики. Для их решения во многих государствах приняты национальные стратегии, планы и в области сокращения выбросов парниковых газов антропогенной природы. Разработаны комплексные меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к его изменению. А также реализуются конкретные меры, направленные на решение данной проблемы. Включены в зеленую повестку, в программы развития сельского хозяйства, лесного хозяйства, энергетики, транспорта и многих других отраслей. Активно внедряются меры экономического сокращения выбросов парниковых газов, системы торговых выбросами и углеродные налоги. Основные виды инструментов регулирования выбросов парниковых газов представлены на этом слайде. Наиболее эффективными считаются экономические инструменты, то есть те, которые создают фактическую цену на углерод. Это позволяет заложить в стоимость продукции те внешние издержки, которые экономике придется понести для преодоления последствий выбросов, монетизировав урон окружающей среде. Наиболее популярным инструментом являются углеродные налоги и система торговли квотами. По оценкам Всемирного банка насчитывается 64 действующих и имеющих конкретную дату начала действия инициативы по углеродному ценообразованию. Инициативы уже охватывают 46 национальных и 35 субнациональных юрисдикций и покрывают свыше 20% глобальных выбросов парниковых газов. И в 2019 году был зафиксирован максимальный прирост числа таких инициатив, принятия таких инициатив за все время наблюдения. Ну и в конце я хотела бы сказать, что Республика Беларусь, не являясь мировым лидером реализации климатической политики, в то же время не остается в стороне от глобального климатического движения. В 2016 году страна присоединилась к политическому соглашению и в первом национально обновленном вкладе, представленном секретарем ООН, было установлено, что страна намерена снизить выбросы к 2030 году на 28%. Предполагалось, что заявленная цель будет достигнута за счет реализации мер по повышению энергоэффективности в различных отраслях экономики и снижении объемов захоронения отходов. Динамика достижения этого показателя здесь видна. В стране реализуется в рамках государственной программы мер по смягчению последствий изменения климата, национального плана действий по предотвращению деградации земель, план мероприятий по реализации положения Парижского соглашения, а также разрабатывается стратегия долгосрочного развития с низким уровнем парниковых газов на период до 2050 года. Конечно же, следует признать, что в условиях относительной такой устойчивости к климатическим изменениям в текущий краткосрочный период и преобладании традиционных секторов экономики перед зеленым, неготовности большей части производителей и потребителей увеличивать свои расходы ради сохранения климата, внутренних предпосылок для усиления климатической повестки достаточно мало. И основным драйвером из-за таких изменений выступают усиления международной климатической повестки, потому что Беларусь, она активно участвует в международных соглашениях и, конечно же, как правильно сказали предыдущие спикеры, экспортоориентированная страэкономика. И она должна учитывать климатические инициативы основных торговых партнеров, что вот как раз таки обусловляет актуальность нашего сегодняшнего семинара. Если кратко, то у меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...